Для москвича Дениса Сухомлинова день присяги стал волнующим и, пожалуй, одним из самых значимых событий в жизни, как и для сотен новоиспеченных курсантов учебного центра железнодорожных войск. Сегодня они произнесли клятву на верность родине, и каждый из ребят понимает, какой глубокий смысл скрывают в себе эти слова. Ведь приведение к присяге – ответственный шаг и начало нового жизненного этапа, когда еще вчерашние мальчишки становятся мужчинами. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народа и Отечества. Сегодня очень действительно важный день, потому что я превращаюсь в простого маленького парнишки, действительно по-настоящему серьезного мужчину, потому что я становлюсь солдатом. Это действительно очень важный день, очень ответственный в жизни каждого мужчины нашей страны. Дата приведения к присяге стала праздником как для молодых ребят, еще вчерашних школьников, а ныне военнослужащих, так и для личного состава. В торжественной обстановке новоиспеченных курсантов поздравили ветераны и офицеры, люди, которые не понаслышке знают о том героизме и благородстве, которым учит армия. Под звуки оркестра дружным строем маршируют сотни курсантов. Сегодня они присягнули на верность родине. И, конечно, для каждого из них это ответственный жизненный момент. Разрешите от имени начальника железнодорожных войск генерал-лейтенанта Косинкова и себя лично от всей души поздравить молодое пополнение с торжественным событием, принятием военной присяги. Служите родине верно, ни при каких обстоятельствах не падайте духом, не останавливайтесь ни перед какими препятствиями. Сколько поколений приняли присягу на верность нашей Родине. Я надеюсь, что эта присяга, которую вы сегодня приняли, будет служить вам верной дорогой в жизни. Нам, ветеранам, приятно сознавать, что сегодня пополняются ряды вооруженных сил нашего государства такими сильными молодыми людьми. Я поздравляю вас принятием присяги. Поддержать новобранцев приехали их родные и близкие. Многих не смутило и расстояние в сотни километров. Некоторым сегодня было трудно сдержать эмоции и радостные улыбки. В то же время слезы на глазах. Для них этот день не менее волнителен. Эмоции просто переполняет каждая слеза. Чтобы вы были в послушании, чтобы вы трудились без надрыва, чтобы вы уважали свое начальство. Не знаю, даже как-то выразить словами, но мы счастливы. Теперь же в течение года все эти ребята будут изучать теорию и практику строительства железных дорог, их восстановление, а главное то, что каждый из них пройдет настоящую школу мужества. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.